Да, ну что я думаю про Дугина? В целом я согласен с мнением, у тебя же есть стратация, да, философа? А у меня каждый раз... А, ты последнее видео смотрел? Последнее видео я смотрел про Дугина. Это то, что он не адепт, он что-то философ, конечно, в первую очередь, полноценный философ, понятное дело, что он не гностик, да, потому что у него вот такая своя традиционалистская философия, да, то есть с некоторыми вещами, которые, честно говоря, мне пока сложно осознать, например, его антипатия к серферам, да, или его любовь к хороводам. Это мемы, возможно, просто. Я понимаю, я шучу, нет, просто, знаешь, всегда интересно, Александр Дугин, ну, как бы, это серьезно, ну, как бы, вбрасывает, или, ну, это пост-ирония такая от Александра Дугина, ну, большой вопрос. Просто я, как подписчик его телеграм-канала, иногда сложно разобраться во слоях пост-иронии, но если ты долго его читаешь, то тебе начинает казаться, что он серьезно. Всегда. Ну, а всегда что? Ну, опять же, философ, традиционалист, есть что прочитать. Но мы сейчас упремся в политическую дискуссию, а это моя тема, то есть меня больше всего интересует, естественно, политическая философия и политическая теология. А меня где-то меньше всего. Вот, а у меня больше интересует политическая философия, поэтому, ну, про Дугина я могу очень долго говорить, на самом деле. Ну, нормально. И в целом, ну, я осведомлю настолько, что читал его книги, да, и слушал его лекции по политической философии, ну, соответственно, он зачитывает их, там, начиная с полтонизма, с арестатилизма и заканчивает, там, марксизмом и так далее. И, соответственно, неолиберализмом и либералами-атлантистами, которых он ненавидит. Нет, я, да, я очень осведомлен, конечно. Я его даже интервью с Познером посмотрел три раза, потому что я три раза его терял в нарезках, короче. Но мне нужны были нарезки, мне приходилось его три раза пересматривать. Это очень угарное интервью, на самом деле. Насколько сильно ты ненавидишь либералов-атлантистов? Внезапный политический вопрос. Все-таки мы скатываемся в политический. Чуть-чуть можно ответить, да. Да, у меня свой взгляд на все идеологические течения модерна. То есть мне кажется, что модернисты подменяют живую веру, да, то есть они слагают эти политические конструкции в попытках уничтожить, в общем-то, жизнь, да. Поэтому к либералам я отношусь не очень, потому что они, да, они пытаются добиться отчуждения, как говорит Дугин, это его, в общем-то, цитата, отчуждения субъекта от всех форм коллективной идентичности. Ну, а это, как бы, мне кажется, достаточно гиблый путь. В общем, если либералы делают упор на единичность, на субъекта, то, получается, социалисты делают упор на множественности, на их мнимую равность этих субъектов, да, этих индивидов. Мне кажется, что и то, и другое, это как бы гиблое дело и провальный проект в своем основании, потому что, как бы, единство и множество существуют в единстве, множество и единичности, поэтому, как бы, наиболее живой проект, он предполагает иерархичность, да, и, в общем, не ходите за либералами. Как говорит Мария Певчих, идите за мной. Не ходите за Марией Певчих, потому что она, сама, честно говоря, не очень понимает, куда она хочет вам вести. Ну вот, ну а, как бы, есть многие, как бы, корреляции, которые мы можем выявлять между цветущим неолиберализмом и психическими отклонениями, да, шизофрении и так далее, но это можно... Много корреляции, шизофрении. Зачем? Совсем много где найти. Друзья мои, уйдем. Вот мы можем, да, можем чуть ли не отдельный стрим сделать, на самом деле, по политической философии, если кому интересно, потому что, да, у меня достаточно традиционалистский взгляд. Я преодолел свой либерализм, я был закоренелым гедонистом, индивидуалистом, либералом. И вот мы как раз выходим на следующий вопрос. Году в 2018, да. Два почитателя Дугина, Николая Марго, и, как противоположно, оказались в итоге глядые на известные события. Я не знаю насчет почитания Марго... Ну, хотя у них было несколько совместных стримов. А Марго прям очень любит Дугина. Это прям один из его тоже ключевых авторов, он его прям очень много читал. Я хорошо знаком с взглядами Дугина, но плохо знаком с взглядами убермаргинала. Я, к сожалению, хорошо знаком этому основной контенту. Ты мне можешь, на самом деле, рассказать, как выявилось это противоречие, почему он являлся почитателем Дугина, и почему он настолько противоположен самому Дугину прямо сейчас. Я, честно, вот убермаргинал, давайте так сразу же заспойлерим. Тут сразу же будет, наверное, ответ на один из вопросов, за то, что в вашей философской интернет-тусовке это, наверное, достаточно актуальная тема, когда Николай Соболев будет дебатировать с убермаргиналом. Я где-то об этом сказал, но, как многим кажется, сливаюсь с этого стрима. На самом деле я не сливаюсь, я просто не готов пока, что у меня нет времени для изучения контента убермаргинала, для того, чтобы к этим дебатам не подготовиться. И вот до хера. Я несколько стримов совместных со Световым и отдельных от Светова посмотрел, так, честно говоря, я не разобрался. Потому что убермаргинал часто кому-то противоречит, часто в отрицании уходит. Часто себе, возможно, противоречит. Но мало конструктивно высказывает именно свою позицию. То есть я, например... В этом фишка, да. Я так и не уловил, а что он хочет сказать конкретно, и в чем заключается ядро его взглядов. Может быть, Александр Шадов мне поможет в этом разобраться наконец-то. Ну, маргиналы часто позиции простые. То есть ты будешь смотреть все его видео, ты сама, наверное, сойдешь просто, если ты будешь серьезно к ним относиться, как его основной позиции, потому что они разные, противоположные. И более того, его позиции, которые в одно время существуют вот прямо сейчас, они тоже, ну, как-то друг к другу не особо сближаются. Он как бы и язычник, там, и аналитический любитель, аналитической философии, логики. Но в язычестве логика у него не применяется, понятно, там, вера, чувак, а куда ее там применить, да, получается. Ну и так далее, так далее. Дугина он любит с давних-давних-давних времен. Это еще до того, как я понимаю, он в UCLA поступил. У него был интерес к марксистам, он сам марксистом был, и Дугину. Потом у него взгляды противоположно поменялись именно в каких-то практических направлениях, кроме, наверное, Дугина, потому что с Дугиным его связывают вот эта вот его концепция язычества как раз. И с Дугином его связывают совместные стримы. Когда к себе большой философ приходит на стримы, мне кажется, ты уже как бы относишься к нему гораздо более лояльно. Нет, он до этого только относился к нему лояльно. Вот эти... Ай, до этого. Как раз из-за этого Дугин оказался, из-за этого они его и звали, и выпрашивали. И поэтому это такой праздник для маргинала был как раз, когда Дугин к нему пришел, в этом же и вся фишка как бы. Смотреть лекции Дугина как раз. Ну, я бы смотрел практически... Ну, и ладно. Ну, и с Дугином его связывают с Хайдегером, любовь к Хайдегеру, во-первых. Да, вот у маргинала... Вот неожиданный автор из континентальной философии, которая ему нравится, это Хайдегер. И первая связка, это, конечно, там Дугин. То есть маргинал в детстве, в детстве, в юношестве, я не знаю, когда там в подростковом возрасте зачитывался, понимаешь, Дугином, материал с Дугином смотрел, и в итоге вот у него что получилось. А готовиться к материалу... Ну, по материалу маргинала к дебатам будет довольно трудно, потому что старые... Нет, просто мне, да, мне стоит просто понять... А сейчас он смотрит пупы. Ну да, но он просто, да, как бы что-то несет, да, как бы, и в целом, я как понимаю, он достаточно эрудирован в вопросах, в том числе и локальных, региональных конфликтов, то есть гораздо более эрудирован, например, там, в вопросах конфликтов разного, там, ближнего зарубежья и так далее. Я думаю, в большей степени, чем я, конечно. Черт, он, кстати, знает, он бывает сбрасывает просто рандомные вещи. Черт, я знаю, это... Можно быть, да. Самое главное опасное, дебатка с супермаргиналом, что они тебе вбросят рандомную вещь, и ты ее не проверишь, и как бы, так от чего... А ты с ним не дебатировал, да? Нет, мы планировали... Ну, как, планировали, как бы, условно, было, но я значительно меньше, как бы, вот, по статусу, короче, не. У нас был совместный стрим один только. Дугин считает, что основа современной науки это учение эпикура об атомах. Он предлагает разрабатывать альтернативную науку на основе Аристотеля. Как думаете, насколько это перспективно? Мне нравится, насколько это перспективно. Научение демокрита, наверное. Ну, и демокрита, и эпикура. Ну, и эпикура. Ну, да, нет, он задвигает это, безусловно. Ну, в целом, как мне кажется, Александр Шадов тоже согласился с того, что современный материализм и квентизм, он рождается, так или иначе. То есть предтечей для материализма является учение эпикура и демокрита об атомах. Альтернативную науку. Я не слышал, честно говоря, что Дугин предлагал разрабатывать альтернативную науку. Ну, знания альтернативные. Альтернативное знание, да, наверное. Цитата Дугина. Наука — это кринж. Да, но он там много против кого выступает. Против Ньютона того же. Обзывал, оскорблял его. Слушайте, надо ознакомиться конкретно вот с этими позициями Дугина. Но в конце вот лекции, про которые вы говорите, Дугин вообще многое предлагает переделать. Мне очень понравилась его аллегория. Он такой выдвигает вперед. Вот сейчас, наверное, Александр даже не слышал про эту философию бобра. Он считает, что Россия должна быть как бобер. Что мы должны свалить плотину, остановить... Я серьезно, я тебе потом скину тайм-код. Остановить вот это всеобщее течение в сторону морального разложения, в сторону отчуждения от всех форм коллективных. идентичностей. Остановить сатанизм весь западной цивилизации. Остановить атлантистов, остановить либералов. Бобер как образ метафора. И двигаться и плыть в другом направлении. То есть он поэтому и сочиняет свою четвертую политическую теорию, потому что он считает, что нам не подходит ни либерализм, ни социализм, ни фашизм. И нам нужно что-то другое. Он постоянно говорит о том, что нам что-то нужно другое. Но как бы Дугин, естественно, выступает и против современного прогрессивизма, против асцентизма. То есть здесь они, кстати говоря, сходятся во мнениях с Александром Шадомом. Я, кстати говоря, тоже против этого выступаю. У меня на канале есть ролик, как раз таки, который обличает гордыню вот эту современную... После этого мы тебя и приглашаем. Да, вот гордыню современных сцентристов, очень смешных, на самом деле, людей, которые считают, что все в нашей жизни должно быть доказательно, и что если что-то не подтверждено, и если о чем-то не написано в Википедии, то, наверное, в это не стоит верить, и этого не существует. Ну, безусловно, не так. Это очень поверхностный взгляд. Но, опять же, об этом я снял большой ролик, конечно, на полтора часа так задолбался его собирать, если честно. Мы его смотрели. Да, и много кто его, наверное, вообще не понял, потому что, ну, как многие не понимают... Просмотр, к сожалению, меньше, чем на остальных роликах. Да, на никто... Но это ролик хороший. Неплохой, как мне кажется, но я, правда, много времени на него потратил. Вот, и я как раз-таки там и, в общем-то, в духе Александра Шадова, который меня, в том числе, вдохновил, на самом деле, отчасти на создание этого ролика, вот рассуждаю на тему того, насколько ошибочно своих... очень гордых, корделивых выводах современная наука, которая считает, что либо что-то должно быть... Либо знание должно быть доказательно и научно, либо его не должно быть буквально. В чем проблема, что это отрезает буквально. То есть это замораживает фантазию. То есть... В том числе ограничивает варианты возможные. И все так же. Да, да, то есть... И проблема-то в чем, друзья, что самые великие открытия, в том числе и научные, не были бы совершены, если бы люди в прошлом придерживались исключительно вот этих сцинетических взглядов. Ну, слушай, давай так. Мы не знаем, были бы они... Не знаем, да. Но вряд ли бы, например, свое открытие совершил Коперник тот же. Раз-таки Пол Феррабин как раз приводит пример Коперника. Что, ну, если бы, конечно, он бы не пошел бы в разрез тем аксиомам, тем догматам науки своего времени, то он не смог бы совершить свое открытие. Но тут, на самом деле, есть нюанс. Феррабин, мне кажется, кое-что не учитывает, потому что есть тексты Николая Арэма, средневековые. И у Николая Арэма как раз разбираются очень разные возможные варианты относительно того, что вокруг чего вращается. И Арэм в итоге приходит к такому релятивизму своеобразному, мол, мы должны прийти к этой позиции, в рамках которой мы будем смотреть на все относительно. Какая разница, что вокруг чего вращается, я знаю, что мы можем это посчитать. Как бы, ну, какая разница? Вокруг Луны, допустим, вращается. Считаем, все у нас получается. Вокруг Земли вращается. Окей, считаем, у нас это тоже получается. Модель своя, которая может быть работоспособная. Ну и так далее, так далее, так далее. Просто Арэм как более древний источник, чем Коперник. И он разбирает все вот эти позиции, включая то, что там Солнце вокруг Земли, там вращается Солнце, или Земля вокруг Солнца. Неважно, да, то есть у него. Ну, я так или иначе, вот в ролике как раз Том несколько приводил подобных, там, я говорю, большого взрыва. Мы говорили много-много про что. Посмотрите, на самом деле. Сейчас не будем вам это рассказать. А, может, кто-то не смотрел, если кто-то не смотрел. Потому что я куда-нибудь прихожу, хвалят конкретно этот ролик, а у него действительно не так много просмотров, как на других роликах, но мне кажется, что он очень важный и очень наглядный. То есть я постарался его сделать динамичным, то есть интересным для просмотра. Серьезно, база, хорошо, интересно. Ссылок много хороших на разных авторов. Да, и спасибо тоже за помощь, потому что твою книжку «Сумму антисантизма» я тоже прочел до работки своего. Уже новые итерации я делаю постепенно, дополняю немножко, постепенно.